Здравствуйте! Сегодня у нас с вами завершающая встреча из цикла «Шали к себе», посвященного нашим чувствам и нашим эмоциям. У нас сегодня в гостях бессменный ведущий наших тренингов и встреч из этого цикла Юлия Сергеевна Калашникова. Встреча сегодня у нас называется «Грустить нельзя радоваться» без знака препинания. А вот где мы поставим запятую, это будет зависеть от каждого из нас. От наших установок родительских, о которых сегодня нам расскажет психолог, и от наших чувств и от наших эмоций. Юлия Сергеевна, передаю вам слово. Мой рассказ надеял меня эту фразу «Грустить нельзя радоваться» из мультфильма «В стране невыученных уроков». Когда герой не знал, где поставить запятую, казнить нельзя помиловать. А как вы представляете себе, где все-таки можно поставить эту запятую? «Грустить нельзя грустить, как бы, и только радоваться, или все-таки грустить, но нельзя, нельзя вообще радоваться». И сегодня в этой встрече мы как раз поговорим об этом. Каждый человек вообще-то для себя сам ставит, где ему нужно или не нужно эту запятую, и все зависит от его жизни. В начале нашей встречи я вам расскажу вообще о запятых чувствах, которые мы сами часто не осознаем, но живем в них многие-многие годы. И что же это за установки? На самом деле наши установки или программы заложены нашими родителями. И каждый из нас и знает, что в жизни бывает, что какие-то фразы управляют нами, или действуют, или ограничивают, или останавливают. Но так как мы получаем это из детства, то обязательно это влияет на нашу жизнь. Так что же такое родительские установки? Родительские программы или установки – это то, что применяется без критики, когда ребенок полностью доверяет своему родителю. И если брать предписания, они выполняются вербально или невербально, и бессознательно человек их воспринимает, потому что в этот момент не приходит самосознание. Мы доверяем родителям, мы их слушаем, и мы впитываем каждое их слово. Сегодня мы расскажем как раз об одной из установок, которая называется «не чувствуй». Установка не чувствует, мальчики не плачут, девочки не злятся, нельзя грустить, почему ты так реагируешь, прекрати плакать прямо сейчас, тебе не нужны твои слезы, почему радуешься так громко. Все эти установки как раз нам говорят родители. И ребенок начинает впитывать эти установки с самого рождения. Таким образом, родители бессознательно начинают давать ему установку, которая говорит «не чувствуй», тебе это не важно. Но в взрослой жизни человек в какой-то момент иногда даже не понимает, а что чувствует другой человек или что чувствует он сам. И иногда бывает, что даже в семье мы не понимаем, как реагировать на чувства других, потому что сами их можем не осознавать. А почему же все-таки ребенок выполняет эти предписания родительские? Самое главное, что ребенок хочет, чтобы его любили, его замечали. И в этот момент он как раз и подавляет грусть, свою боль или обиду. Иногда даже бывает и радость. И самое одно из главных сложных чувств – это как раз и про печаль. Часто мы сами останавливаем себя, потому что это очень тяжелое чувство, в нем бывает очень трудно находиться. Иногда бывает, что мы это не показываем, потому что есть такая установка, что если я буду грустить, меня не примут. Меня не будут любить, меня не будут поддерживать в обществе, потому что я какой-то такой неуместный в этот момент. Не соответствую, да? Да, 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 не соответствую в этот момент. Но на самом деле грустить и печаль – это не только чувство, которое одобряется социумом или не одобряется. Иногда бывает так, что мы сами обходим его. Мы не хотим, например, его показывать. Вытеснение. Да, такое вытеснение может быть. И одна из причин на самом деле, потому что вот в это чувство входят еще другие помимо чувства. Это скука, может быть, это тоска, это горечь какая-то, да, это разочарование и беспомощность. И тогда они реально очень сильно переполняют. И вот нам не хочется с этим сталкивать. И иногда бывает, что мы замечаем, что люди даже нас, например, отвлекают от этих чувств. Ну и если взять, например, пример, когда ко мне приходят родители и рассказывают про своих детей, или дети сами, например, рассказывают, да, как родители устанавливают как раз эти установки. И здесь не про то, что родитель плохой или что-то делает неправильно. Просто в этот момент он, например, хочет подботрить своего ребенка. Ну вот, например, папа, да, видит, что дочка его плачет. И он начинает ее веселить, показывает ее улыбки, да, там иногда мы детей за щечки так теребим, мы говорим, ну что ты плачешь, ну покажи, смотри, он как весело, как замечательно, все будет хорошо. И бессознательно мы начинаем ребенку как раз говорить, что не главное, что ты сейчас испытываешь. Мы же его не спрашиваем, почему он печалится вам в этот момент. И ребенок подавляет грусть, потому что он хочет все-таки соответствовать своему родителю, не хочет его огорчать. И в этот момент он как раз прячет свою боль и грусть. И в дальнейшем в жизни эта установка, она за ним идет, да, когда что-то веселое или что-то грустное, а он не показывает свои эмоции, чтобы не огорчить. Есть еще второй пример, когда, например, мама, она бывает, ну, очень такая властная, которая такая авторитетная, может быть, да, у нее есть свои правила, нормы, и это тоже не связано с тем, что что-то она делает неправильно. Просто у нее четкие какие-то установки. И бывает, что она может быть на работе, сама огорчилась или что-то у нее не получается, а в этот момент ее ребенок, там, мальчик или девочка начинают прыгать, скакать, вот, веселиться. И в этот момент родители что делают? Начинают дергать, да что ж ты так шумишь, да прекрати, да сколько можно, перестань беситься. И в этот момент как раз, опять же, запрещают ребенку именно показывать радость и удовольствие. И это не связано с тем, что у родителей могут, например, он может печалиться в этот момент и грустить, или злиться, а ребенок в этот момент может радоваться. И тогда получается, что мы как будто навязываем ему свое чувство, запрещаем ему говорить то, что он хочет. Ну, наверное, в социуме такие люди оказываются очень удобными, исполнителями, да? Да, конечно, потому что они реально, они выполняют нормы, правила. На них можно положиться, такой человек-функция. Да. И зачастую они довольно успешны в карьере могут быть. Вот как раз и в карьере-то они могут успешными быть, потому что им не важно, какие чувства. Они идут, у них все запрограммировано, они идут и действуют. Это люди такие действия, может быть. Но бывает часто в жизни, что мы сталкиваемся, наверное, с большим выбором, когда нужно что-то принять. И мы становимся перед выбором все-таки таким или-или, жестким. Или это нужно делать, или это нужно делать. Но оказывается, если делать не выбор или-или, а просто ставить и-и, то интересный момент бывает. Он связан с тем, что, например, в какой-то момент я даже что-то пытаюсь сделать, а у меня это не получается. Я начинаю грустить. Я начинаю разочаровываться, может быть, в том, что у меня не получается. Но через какое-то время я начинаю понимать, как это будет. И я понимаю, что у меня это уже получается, и я могу это куда-то применять. И тогда вот это или-или мы не выбираем чувства. Или я сейчас буду грустить, или я сейчас буду радоваться. Они как будто бы совместно идут. Но понятно, что они не так сразу. Вот я прям погрустила, и тут же я стала смеяться. Все-таки я даю себе возможность погрустить и осознать, что произошло, какие-то итоги, может быть, подвести. И в то же время через какое-то я могу сказать, вот, молодец, у меня получилось, я радуюсь, у меня испытываю чувство удовольствия. И вот как раз здесь получается, что и печалиться можно сразу, и радоваться можно сразу. То есть от разных эмоций нам не убежать, никуда не деться. Ну, вообще человек, он чувствительный очень, да. И реально от эмоций нам никуда не скрыться. Мы испытываем эти эмоции, мы их видим везде, да, мы сталкиваемся. А вот доверять себе важно, своему, ну, можно назвать это интуицией или какими-то порывами. Вот загвоздка как раз в том, что бывают иногда такие установки родительские, когда мы сами не осознаем. Можем мы сейчас радоваться в этой ситуации, или все-таки мы печалимся, да. И когда мы начинаем все-таки прислушиваться к себе, и бывают иногда такие моменты, о, головой-то я понимаю, что сейчас вот надо, например, радоваться, а внутри почему-то я чувствую грусть. Иногда бывает, что мы даже, например, испытываем чувство другого человека. Хотя бывает такое, вот мы, у нас хорошее настроение, мы приходим на работу, а там что-то случилось, начальник начинает злиться, там у него что-то тоже на работе не получается. И в какой-то момент мы забываем про свою, например, радость, а начинаем испытывать вот эту злость или чувство печали, если вдруг у какого-то, ну, сотрудника что-то случилось. И на самом деле это не связано, например, со мной, но я точно так же могу испытывать эти чувства. Ну, в принципе, получается, что только нам решать. Вот то, что удобно и правильно для нас в данном моменте. Это было бы замечательно, если бы мы умели сами решать, какие чувства мы испытываем. И при этом не стесняться, чтобы вот как раз быть не неуместными в этом моменте, а все-таки, если я хочу радоваться, то я радуюсь, если я хочу грустить, то я грущу. Есть нюанс, когда, например, мне печально или грустно, и я хочу поддержки, например, получить, но люди не знают, как поддерживать. Они обычно что делают? Это же чувство очень тяжелое, да, печаль. И тогда человек говорит, да, все хорошо будет, да не переживай, а на самом деле это не помогает. И здесь было бы более корректно, если бы человек не говорил, да все хорошо будет, а как раз бы прислушался. Ну, такое, как будто бы сделал послание в другую сторону и сказал, все-таки я тебя вижу, тебе сейчас непросто. Или да, это трудная ситуация, которую там нельзя сейчас пережить. Или я сочувствую тебя, я тебя понимаю в твоей сложной ситуации. Это грустно, печально, и такое случается. Вот как раз здесь в эти моменты и можно обозначать чувство, да, когда ты печалишься, ты грустишь. Очень важно, что вы об этом говорите, потому что, как правило, люди не задумываются, отмахиваются и говорят, да все будет хорошо, да нормально будет. Ну, вот это как раз та часть, да. Это все нивелирует, обесценивает чувства того человека, да. Но они не специально, правда, делают. Это все, ну, из понимания приходит впоследствии, если, конечно, человек начинает анализировать и понимать, откуда у него, что, оказывается, это сложно испытывать это чувство, да, и не знаешь, как поддержать человека. И вот как раз если отсюда идти, что печаль, это, ну, оно вообще-то длительное чувство. Оно не так, что вот сейчас я тут порадовался, сейчас же тут же я перестала это делать. И если все-таки разрешить себе грустить, то это чувство достаточно быстро может трансформироваться. Как раз оно почему быстро трансформируется, когда вы осознаете, в чем происходит печаль. Потому что в процессе, когда я говорю, я печальюсь, я сейчас грущу по такому-то, такому-то поводу. И отсюда я могу сделать как раз выводы, там, принять эту ситуацию, какой она есть, например. Сделать из этого какой-то опыт, например, да. Осознать, что кроме вот этой печали может быть еще что-то. Ну, такие выводы можно реально из этого испытывать. Это же очень, это колоссальная работа с самим собой. Ну, это как раз в этой точке, когда вы останавливаетесь с собой, когда вы слышите себя, когда вы признаете именно свои чувства. Да, это больше приближение к себе такое. Ну, и на самом деле только вам решать, какие правильные в данный момент вы испытываете чувства. И просто понимать о последствиях, если, например, вы не будете их чувствовать, да, это дает блокировку для других чувств. Потому что есть же противоположные чувства, да. Там злость, добро, да, там идет какое-то, если грусть, то радость же туда же, да. Там, ну, они такие объемалентные в разные стороны. Если я не позволяю себе радоваться, то как же я пойму, что такое грустить. И все чувства эти как раз и нужны. И на самом деле, если хочется плакать, то плачьте. Если хочется радоваться, то прям радуйтесь, обнимайте людей, если вам хочется обниматься. Главное, будьте собой. Ведь проявление эмоций, это очень полезно. Особенно для того, чтобы оставаться здоровым человеком. Потому что что мы тоже обычно делаем? Лучше быть здоровым, чем мы будем это все заедать, например, прятать. И есть один нюанс, который можно озвучить. Не зря же говорят про психосоматику. Вот как раз подавление всех чувств, осознание, что с тобой происходит, может привести к различным болезням. Телесно. Телесным, да. Телесным, да. Ну и эмоциональным тоже, да, и физическим болезням. Поэтому я вам, дорогие зрители, желаю как раз здесь быть здоровым в эмоциональном и психологическом здоровье. Слушайте себя, прислушивайтесь к себе и делитесь все-таки своей печалью, ну и, конечно, радостью. Спасибо вам большое за некоторые практические советы. Я думаю, наши зрители воспользуются и будут применять чаще в своей жизни и пытаться жить осознанно. Спасибо большое.